И еще один вид спорта становится популярным в России и мире. Речь идет о зимнем универсальном бое. Уже третий раз Калининский район Тверской области принимает у себя спортсменов со всей страны, готовых вступить в настоящее сражение за звание чемпиона России. Мария Шалованова побывала на битве сильнейших. В этот раз лыжная база села Большой Гришкино, что в Калининском районе, приняла у себя более 60 спортсменов со всей России. Такой ажиотаж был вызван тем, что у события целая плеяда организаторов. Министерство спорта Российской Федерации, правительство Тверской области, Общероссийская и региональная спортивная федерация «Универсальный бой». Почетным гостем соревнований стал ветеран МВД России, кавалер Ордена Мужества, первый командир отряда ОМОН, полковник полиции в отставке Анатолий Суходольский. Очень интересно посмотреть тех фанатов, которые есть среди нашей молодежи в культуре спорта. Он не очень известен, но для меня это вот смотреть, какой резерв у нас среди молодежи и в органах, и в армии, и в силу. Эти соревнования поддерживают общественные организации и СМИ. И в первую очередь телеканал «Тверской проспект» и Тверское отделение Российского фонда мира. Известно, что президент медиагруппы Игорь Ялошев является председателем Тверской федерации универсального боя. Он уверен, что молодые спортсмены всегда держат высокую планку, тем самым показывая пример всем остальным. Поэтому принимать участие в освещении и организации соревнований – это почетная миссия для канала. Уже третий год Тверская земля гостеприимно принимает чемпионат, и показали результаты все достаточно высокие. Друзья, у тех, кто себя посвятил спорту, поражений не бывает, проигравших среди них нет. Я от всей души желаю победы сильнейшим. А от имени медиаходинга «Тверской проспект» и Тверского отделения Российского фонда мира, от души желаю всем удачи. Соревнования проводятся среди мужчин весовой категории до 80 килограмм, у женщин до 62. Программа включает в себя лыжную гонку со стрельбой по мишеням и борцовским поединком на снегу. Необычное соревнование для тверичей, говорит олимпийский чемпион, многократный призер чемпионатов мира Европы по дзюдо Сергей Новиков. Но нужно к нему привыкать. Ведь в планах на ближайшие годы подать заявку на право включить этот вид спорта в программу зимних олимпийских игр. И для нас, конечно, это очень большая работа, очень сложная работа. Тем более, мы можем вам сказать откровенно, в зимних олимпийских яхтах борьбы вообще нет. Мы единственная федерация, которая этим занимается в мире вообще. Соревнования серьезные, ведь призеры чемпионата России будут представлять родную страну в зимнем универсальном бое на уровне мира. Кстати, эти соревнования также пройдут в Большом Гришкино. Мы ожидаем порядка 30-35 стран, которые приедут на чемпионат мира. Ну, во-первых, я вам скажу так, африканцы приедут, стран 15 с арабами вместе. Так, Азия приедет, приедет Европа. Поболеть за россиян на чемпионате мира можно будет уже в этом месяце. Соревнования пройдут с 27 по 28 февраля.